В республике приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. За это время необходимо предоставить новые квартиры трем тысячам жителей. Сносить ветхие дома продолжают и в столице Чувашии. Работы ведутся активными темпами. Подробности в следующем материале. Более 250 семей из Чебоксар в ближайшее время справят новоселье в благоустроенных квартирах. Все они переселенцы из аварийного жилья. В столице республики предстоит снести 22 барака. Эта работа уже началась. У нас уже строится. Часть жилья уже передали. Районы уже распределяют. До конца года мы должны, конечно, программы тоже. Но часть, наверное, скорее всего, если строитель не справится, перейдет на первый квартал 2016 года. Без жилья не останется никто. Необычная подробность. Ключи от новой квартиры получит житель столицы, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии. Дом сносится уже. Всех переселили. Остался один он. Но, тем не менее, мы уже решение приняли о представлении. Ему жилого помещения. В 2016 году он освобождается. Для него уже жилье готово. Всего в республике необходимо снести 850 аварийных домов, в которых проживают более 13 тысяч человек. Пять муниципалитетов уже реализовали эту программу. Это в Красночитайском, Янтиковском районах, Яльчиках и Батревском районе. И в одном городском округе, городе Новочебоксарский. На сегодняшний день перенаселено 1262 человека из 491 жилого помещения. Второй этап завершили в 8 муниципальных образованиях. Из 21 это в Аликовском, Козловском, Маринскопосадском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Шамуршинском районах и городе Канаше. Реализацию этой программы держит на контроле и глава республики. Переселить всех нуждающихся в новые квартиры муниципальные власти обязаны в отведенные сроки. Республиканская адресная программа и по республике, и по муниципальным образованиям, конечно, она утверждена. Поэтапно все расписано. Первый этап, к сведению, хочу сказать или напомнить, мы завершили. Второй этап в работе отдельное муниципальное образование завершили. Время выполнения своих целевых показателей по переселению жителей, семей с аварийного жилищного фонда, которые были признаны на 1 января 2019 года аварийными. Разные рабочие споры возникают, соответственно, с фондом, который на уровне правительства обозначен как уполномоченным органом по проведению этих мероприятий. Касаясь вопроса финансирования, никаких проблем не было и нет. Решить проблему с аварийным жильем полностью в республике необходимо через два года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.